восемь лет в словакии я стала врачом все ради этого момента а работать дальше где я в какой-то момент сижу думаю блин так странно у меня вообще нет стресса абсолютно никакого только ой слезы откуда слезы дышать и почему и почему не могу дышать паническая атака прямо на последнем госэкзамене да серьезно до такого уровня позора мы опустимся да ну значит опустимся а дальше что здравствуйте дорогие друзья не знакомы с интернета меня зовут майя вы на канале доктор майя который раньше был майя о мире а раньше не помню вообще maybe muse что-то такое maybe майя сколько мы с вами уже пережили дорогой друг нужно серьезно поговорить моей жизни произошло невероятно много изменений я очень счастлива несчастна взволнована все одновременно очень много разных эмоций я не знаю даже с чего начать сегодня 30 мая 2024 года майя вообще прекрасный месяц майя вообще чудесное имя я считаю обязательно подпишитесь если еще не подписаны этот цирк одного актера пусть так того стоит что у нас в планах на сегодня что я набросала стала врачом словакии где буду работать нервный срыв на госэкзамене последняя студенческая практика в германии job days выставка немецких и австрийских и словацких больниц в братиславе вместе мы с вами это все в одно видео в каком хронологическом порядке я пойду пойду ли я вообще в каком-либо адекватном порядке чего-либо или буду скакать из карьера куда-то как обычно я вообще разучилась видео снимать я я нормально этого не делаю несколько месяцев но неважно давайте начнем самых последних событий чтобы идти от событий последних дней к тому что было давно потому что было раньше потому что почему бы и нет итак сегодня 30 мая а значит что позавчера 28 мая случился последний четвертый госэкзамен в моей жизни кто не знает кто вдруг не смотрел мой канал раньше да она как обычно льет столько воды ничего по делу ну найдите врача в словакии у который лучше обо всем этом на ютубе рассказывает или в тик токе или где там вы говорите мне место я подожду да кто не знает последний курс шестой в медицинском факультете университета каменского в родиславии в словакии проходит так что у вас то есть у меня за год есть уже было и не могу я не могу поверить что я врач не могу поверить что я больше не студент эти шесть лет а всего четыре предмета было и четыре госэкзамена устных перед которыми следовало 4 практических экзамена ну и получается 4 пред госэкзаменационных практики педиатрия гинекология хирургия интерна внутренняя медицина интерная медицина терапия до назвать как хотите ну короче вот эта вот хрень непонятная в которой я буду работать как оказалось жизнь удивительная штука да как вы знаете вот как вы знаете вот пред госэкзаменационную практику по хирургии и по интерной собственно я проходила германии где похоже буду работать уже через пару месяцев я очень надеюсь что все получится я просто молюсь на это это слишком хорошо чтобы быть правдой я не поверю в это пока это не произойдет и такой человек пока что-то не сделаю пока у меня что-то не получится зато последнего буду думать типа да нет да нет вот весь год когда я училась на курсы готовилась к вступительным экзаменом год в мед я каждый до последнего думать вам нет что получится то есть я не хочу верить я и не хочу верить что не получится но в то что у меня может получиться, я тоже не могу поверить. Все вокруг были во мне уверены. Моя семья, друзья, все каждый день мне говорили, Майя, ты точно это сдашь, ты точно справишься, ты точно сможешь. Все вокруг были уверены во мне больше, чем я. Я не верила в себя. Я вроде училась целыми сутками, но думаю, типа, ну не, не может получиться. Сейчас то же самое у меня с работой. Ну не, не может получиться. Ладно, хрен с этим. Идёмте на этот последний госэкзамен. Я такая умница-разумница. Ну и плюс немножечко везения никогда не помешает. Остальные три госэкзамена я сдавала на самую офигительную оценку всех возможных. То есть в Словакии, в универах, в Европе это оценка А. Типа, как буковка A, A, B, C, D, E, F, X. То, что не хочет никто. Я сдавала всё на А. Хотя, когда я вытаскивала вопросы, они... Ну то есть как? Можно сказать, что мне везло. Они были не самыми лучшими, не самыми худшими. Хотя парочка таких неприятных тоже было, но они были настолько неприятные и сложные, что я их идеально выучила на всякий случай. Короче, молодец я. И я пока писала приправу, то есть... Ну, как это на экзамене, у тебя есть время, чтобы подготовиться на бумагу, набросать ответы, да, как это по-русски? Да, да, я такая вот... Знаю пять языков, и ни один из них хорошо, да? Как скажете, вы не сможете меня травмировать больше, чем шесть лет учёбы в медицинском. Это самые длительные, абьюзивные отношения с университетом в моей жизни. Попробуйте. Я всё равно комментарии уже не читаю. Практически. Ладно. Всё равно, когда я сидела, писала приправу, переведите на русский, я думала, типа, блин, ну так себе я, конечно, знаю эти вопросы, хоть они не самые отвратительные, но ко всему можно докопаться. Не знаю. Думаю, ну на С, может быть. А как-то выходило, что получалось на А, и меня хвалили, и всё выходило супер-пупер-классно. Я думаю, ммм, ну супер-пупер. Чё было здесь? После того, как три из четырёх госэкзамена по специальностям, по которым я не буду работать, да, педиатрия, гинекология, хирургия, я сдала невероятно хорошо и успешно, на лучшую оценку, во мне сидел ужасный страх. Ага, вот сейчас, последний госэкзамен по интерной, по специальности, по которой я точно буду работать. И вот как, а вот вдруг я исчерпала свой лимит везения, удачи, а вдруг вот в этот раз я провалюсь, ужасно опозорюсь, и всё. Ещё в конце меня спросят, типа, «Слышно, коллегиня, а кем хотите работать?» Я такая, «Интернист». И мне такие, «Ты интерниста? Пошла, пошла вон отсюда, ты, дура, глупая!» Какой у меня был страх. Но что в итоге? На удивление, в день, то есть, естественно, естественно, ночь перед экзаменом меня трясло, у меня вроде мозг был абсолютно спокоен, плюс ещё какой план радовал. Я же получаю стипендию от Министерства образования Словакии. Получала, уже больше нет. Последнюю стипендию получила в мае, но если бы я завалила последний госэкзамен, то мне бы его пересдавать нужно было всего через пару недель, в середине июня, что в целом круто, да. Чуть-чуть подучился, пересдал, и я бы получила ещё стипендию, получила бы такую моральную компенсацию за свой провал. Да, так что мозг у меня в целом был спокоен, но у меня стресс был очень сильный чисто физически. Меня трясло всё прям. Вечером, синдром беспокойных ног, я ходила, я такая, не волнуемся, не волнуемся, пиво выпила перед сном, перед экзаменом. Прекрасно. Вот, но потом, парадоксально, удивительно, в сам день экзамена, в само это утро, как я пришла в эту больницу, увидела своих одногруппников любимых, стою, жду, и у меня одногруппники максимально изубрилы. Просто тоже много раз говорила, как бы, вы знаете, как я привязываюсь к людям, как мне, как я всегда в каждом стремлюсь рассмотреть своего человека, с каждым мне хочется сблизиться, стать лучшим другом на всю жизнь, стать вот самым значимым человеком в жизни каждого. Hello, детские травмы. А мои одногруппники, они просто изубрилы максимальные, никогда у нас таких разговоров по душам не было. Я пыталась, я выбирала себе несколько девочек, с которыми пыталась сблизиться, но ни к чему это не приводило. В то время, как, в группе моей лучшей подруги Рины, у них все прям офигеть лучшие друзья, ночевки вместе, тусовки, там все знают все о личной жизни друг друга, все друга поддерживают, там ночью приедут, спасут, если что. А у меня, ну, ну, мы здороваемся. Ну, неважно. Мои одногруппники изубрилы, короче, перед экзаменом, как обычно, сидели, дозубривали. А вот этот сложный вопрос, а вот что вы скажете к нему? Ну, как говорится, это то, что уже скорее больше вредит, чем помогает перед экзаменом. Знаете, вот прям, я не знаю, за час до ответа сидеть еще учиться или думать во всем, что ты не знаешь. И так можно негативно притянуть к себе эти самые гадские вопросы, да, главный настрой, бла-бла-бла. И вот я стою, я смотрю, как они нервничают, понимают, и понимаю, я понимаю, что во мне вообще ноль стресса. Я стою, улыбаюсь, просто вроде уверенная в себе, как будто внутри есть какое-то ощущение, что я точно сделаю, да, что может мне еще немного повезет, а даже если не повезет, я из любой жопы выберусь, из любого вопроса выкручусь, потому что я умница. Надо признать, я умница, понятно? Вот, и просто вообще никакого стресса. И я думаю, блин, как классно. Ну ладно, разделили нас на две половины. Первые пять, у нас в группе всего 10 человек, мы одна из самых маленьких группок, максимум 12 их может быть. Первые пять человек зашли внутрь, а я, я вообще по алфавиту в группе самая последняя в конце списка, потому что я вообще не должна была быть в этой группе, я по алфавиту туда не подхожу, у меня фамилия на L начинается. Вот, и я привыкла везде отвечать самое последнее, думаю, блин, ну сейчас подожду, пойду самое последнее, как раз они там, вся комиссия будет уже максимально уставшая, задолбанная уже, ну типа, мэ, изи-ачку. Но тут я сижу, вот сижу со второй половиной, и они вот опять продолжают это всё, а что в этом вопросе, а что к этому вопросу, а давайте сейчас вместе выучим все вопросы заново, я сижу уже такая, ммм, оу, вейт, такая, нет, я просто смотрю на дверь, жду, когда первый человек ответит, выйдет, и чтобы идти сразу в следующий, то есть шестой, ну я так и делаю, просто, человек выходит, я лично такая, можно, пожалуйста, я, сберите меня отсюда, я хочу уже отстреляться. Ладно, захожу, а чё ещё обращало все мысли, что, ммм, короче, на любом госэкзамене вам может попасться разная комиссия, их есть там буквально три, четыре, пять разных, и у нас была самая жёсткая, ну вот один из самых жёстких предметов, была одна из самых жёстких комиссий с деканом нашего универа, и ещё другими неприятными людьми, нам вроде повезло, декана не было в комиссии, главы комиссии не было в комиссии в день нашего госэкзамена, какая-то вот дама пришла, очень странно, вроде видишь, сидят там светила медицины, знаете, эти блаженные не очень бабули, дедули лет 70, а глава комиссии какая-то, я не знаю, сколько ей лет на вид, от 35 до 45, то есть, ну, молодая женщина, да, и просто по сути, она и довела меня до нервного срыва, просто как только она пришла, она сразу такая, надеюсь, вы не будете нас сегодня так мучить, как ваши коллеги из другой группы вчера, типа, из-за их тупости мы вчера, там, экзамен длился с 8 утра до 2 дня, надеюсь, вы будете поумнее, просто такие какие-то познамки, такие примечания, подмечания, отвратительно портящие настроения, да, ну, типа, ладно, ладно, ну, и, как бы, не с таким справлялись, да, я вытягиваю вопросы, и в целом я была очень довольна тем, какие вопросы я вытянула, гепатомегалия, плеуральный синдром пневмоторакс и надурый дренина долбичек, то есть, вопросы далеко не самые худшие, я думаю, блин, класс, повезло, типа, всё я сделала, я сажусь писать приправу, вот, я взяла два листа А4 и списала их с двух сторон своим мега мелким шрифтом, 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 я клянусь, я вспомнила всё, я просто, я написала всё, что я знаю, всё, что мы учили за все эти шесть лет учёбы, я процитировала учебник до последней буковки, я вспомнила всё, я им там дифференциальную диагностику, блин, все возможные болезни, 20 диагнозов, 40 диагнозов, просто всё, короче, я думаю, блин, на других госэкзаменах моя приправа, мои познамки выглядели хуже, как бы подсыпь был хуже, да, чувство было хуже, как будто бы не так хорошо знаю, выходила на А, думаю, ну а тут, блин, извините меня, я всё подготовила, к любому, вот чё меня не спроси, я всё знаю, у меня всё написано, я тебе всё скажу, думаю, ну тут, ну блин, супер, не только сделаю, но на А сделаю, я этот самый человек, который надеется, да, что не два, получает четыре, и обижается, что не пять, да, короче, думаю, супер, у них ещё такая схема-система, что они спрашивают в двух округах, в двух колах, в двух кружочках, сначала всех спрашивают первый вопрос, если первый не понравится, сразу выгоняют, и не дают тебе даже ответить на второй и третий, ты должен знать, как бы, ну как бы идеально, все три вопроса, из сколько их там, 150, 200, много, не матерюсь, мама, много вопросов, пап, я тоже не матерюсь, да, ну в общем, и как-то так вышло, что по этому первому вопросу гоняли нас всех дольше всего, мне кажется, около часа длился допрос первого вопроса, я, правда, я думала, все будут в восторге, там, у меня первый вопрос был гепатомигалия, да, то есть про печень, и в комиссии была бабуля-гипотолог, и типа, гипотологичка, гипотологичка, печеничка, и у меня вообще ни одного вопроса ко мне не возникает, просто все понравилось, вот это, глава комиссии, я не знаю, просто в какой-то момент она меня спросила что-то такое, что я даже не могу сказать вам, что именно она спросила, даже не могу сказать, что именно она хотела, я так не поняла, что она хотела, просто какая-то такая муть, да, практическая, которую знает только, блин, не знаю, гипотолог с 40-ка годами опыта работы, стажа, да, что ни в одной книге не написала, никогда не видела, не слышала, не знаю, просто ничего. И я просто в какой-то момент, просто вся моя уверенность так, фу, как рукой сняла. Я такая сижу в шоке. И она продолжает, типа, ну, типа, ну, чё с ты зацепили, кола, ягиня? Чё постановились, кола, ягиня? Типа, давайте дальше. Я такая думаю, а что дальше? А что я ещё могу тебе дать? Я тебе рассказала всё. Все науки, все знания, всех времён тебе выложила, что ты хочешь дальше? Ну, короче, ладно. Всё равно у меня было впечатление... А, нет, ни хрена. В общем, после этого я пошла на место ждать, когда все остальные ответят на первый вопрос. Да, мне ещё сказали, типа, ну, всё, идите, отдыхайте, готовьтесь к второму, третьему вопросу. Я такая, я уже готова, я могу уже сейчас ответить? Они такие, нет, нет, потом давай. В общем, ладно, сижу. Жду, пока все отвечают на первый вопрос. Как бы, я ждала, может, час, может, полтора, да? Вот перерыв между первой и второй. Между первой и второй промежуток небольшой, а у меня между первой и второй от Аской вопросом перерывал часа полтора. И я просто начала сходить с ума. Я смотрю, у меня и так уже всё детально расписано, начинаю копаться, думать, как ещё более лучше, круче, идеальнее, просто, блин, литературнее. Можно ответить на второй и третий вопрос, чтобы точно не облажаться там, чтобы понять, какая я, блин, офигенно умная, потому что я офигенно умная, поняли. Вот. И в какой-то момент я такая думаю, блин, ну стресса вообще нет, ни капельки нет стресса. Но начну-ка я по приколу дышать поглубже, чтобы побольше расслабиться. Я сижу такая, I'm not mad, I'm not mad. Такая вдох-выдох. И в какой-то момент я понимаю, что меня начинает трясти. Я... У меня сопли просто удаются без ничего. Я такая, чё, чё, почему? Вдруг какие-то слёзы на глазах наворачиваются, я как будто забываю, как дышать. Я схватила свою первую в жизни паническую атаку, блин, во время ответа на последнее, блин, самом важном госэкзамене. Я такая просто страх, стыд. Я начала бояться, что мне станет страшно. Короче, вот паническая атака, да, её суть, что страх страха. То есть ты боишься, что начнёшь бояться, начнёшь плакать, что-то такое. Но, слушайте, ну я не разрыдалась. Не разрыдалась я. Ну я правда, я... Я, наверное, выглядела отвратительно. Наверное, выглядела максимально убитой, несчастной, заплакая, но я не плакала. Опять дралась во дворе. Ага, мама, но я не плакала. Вырасту, выучусь на моряка. Я уже в ванной плавала. Сценка из третьего класса. Окей, едем дальше. Сиди, Гога, я сам открою. Вот просто жесть, да, что со мной начало твориться. Быстренько схватила какие-то салфетки, там сопли подсерла такая. Сижу, стараюсь изо всех сил не довести себя ещё до большей паники и истерики. В общем, ладно, приходит моё время отвечать. Я не могу поднять глаза. Я начинаю отвечать. У меня голос сначала ужасно дрожит. То есть видно, что чуть-чуть я расплачусь. У меня там почти из глаза выкатывается слезинка. Я пытаюсь это просто игнорировать. Я смотрю в пол. Я понимаю, что если я на миллиметр подниму глаза, то у меня просто хлынут слёзы, и всё. Я в максимальном самоконтроле. Просто всё. Думаю, нет, ты не имеешь права так опозориться. Ты такая сильная. Ты почти всё пережила. Ты очень умная. У тебя всё хорошо. Так какого чёрта? Так какого чёрта? Не смей позориться. Не смей. Не смей, тряпка. Терпи. Зубы сжала. Пошла. Фу. Короче, ну, видимо, наверное, комиссия-то тоже видела. Наверное. Вот. Да, значит, начинаю её отвечать. У меня голос дико дрожит. У меня пару каких-то вещей спросили, но мне кажется, меня спрашивали максимально мало. Не знаю, из жалости или... Или да. Из жалости или из жалости. У меня уже почти ничего не спрашивали, но я офигенно ответила на эти два вопроса. Это, в принципе, что-то меня спрашивали, я на это тоже офигенно отвечала. Вот. Это было довольно быстро. Ну и всё. Короче, классно я ответила, и вот как бы чем дольше я отвечала, тем больше... Э, тем больше. Тем больше мой голос успокаивался, я как бы приходила в норму. Вот. Ну, выхожу я потом из кабинета, и на меня все просто смотрят так, типа, что там случилось? Я такая, я? У тебя были плохие вопросы? Я такая, нет, у меня были хорошие вопросы. Я просто схватила. У меня просто нервный срыв в случаях, вся паническая атака. Не знаю, почему, блин, мне так стыдно. Наверное, так опозоривать его, блин, простите. Нормально. Да. Ну, и оценку мне дали не самую лучшую. Не самую худшую, не самую лучшую. Плюс-минус, как у всех, ну, С мне дали. Ну, типа, середнячок. Хотя, по жестким меркам нашего Медунивера, С это как 5 с минусом. Потому что у нас самая плохая оценка, это 80% типа из 100. Так что, да. Пожалуй, хватит на этом. Про свой. Последний госэкзамен я вам рассказала. Я теперь врач, поздравьте меня. В июле получу официальный диплом. Как-то я это пережила. Ну, не А. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все госэкзамены были на А. Ну, 3 из 4. Тоже неплохо. Короче, это я пережила. Все козлы я умница, да. Где работать? Я хочу и буду. Вы знаете, догадываетесь. Я об этом обмолвилась. Там же, где я практику проходила. Ну, 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 и, наверное, во всем остальном расскажу в следующем видео. А то, как обычно. Как обычно. Наболтала я, да. Воды налила. Что же, ребята, пожалуй, хватит с вас сегодня. Вы видите, немножко в таком страшном, немножко в страшном состоянии. Нет, правда, это весна, это что-то дикое. Самое счастливое, самое несчастливое время в моей жизни одновременно. У меня в личной жизни жесть какая-то творилась. Я надеюсь, что позади творится. Короче, я просто офигеваю от этой жизни. Я удивляюсь, как можно быть просто самым счастливым и самым, ощущать себя самым счастливым и самым несчастным человеком на планете одновременно. После эти большие перемены, конец универа, трудоустройство, работа, из общаги надо переехать, из Славаги надо переехать, бюрократия, все документы, все дела, все закрыть, все открыть. А последний раз 16 лет переезжала. Мне помогали сильно. А сейчас я типа взрослая, мне почти 24. Пум-пум-пум. Я со всем справлюсь. Да. Все. Подпишитесь. Храни вас Господь. До свидания.